Аккуратно дает на Караваева. Караваев дальше на Обликова. Ловко замахнулся Иван. Подает удар головой. И это Кривцов. Вот он первый момент. Более-менее такой звучный во всех смыслах. Еще одна подача. 1-0. Далер Кузяев. Не просачивались наши футболисты с помощью передач Низом в штрафную. Но подачи регулярно какую-никакую угрозу несли. И вот одна из них, исполненная дебютантом сборной, Тамерланом Мусаевым, становится голевой. Еще и финн провернул Тамерлан. Я уверен, что подача была такая вслепую. Но с пониманием, что кто-то из партнеров должен там находиться. Там и времени не было у Мусаева, чтобы головой поднять. Но тем не менее. И вот так ушел от соперника. И мягко подачу исполнил. Конечно, вратарская ошибка. В таких случаях нельзя не говорить о ней. Но как открылся Далер Кузяев. Движение Далера Кузяева. Его способность сканировать любое пространство. В середине поля, в собственной штрафной, в чужой. Он везде полезен. Он везде двигается, открывается. И это временами приводит к голам. Говорю временами, потому что Далер Кузяев сегодня проводит 51-й матч за сборной России. Это всего лишь его третий гол. Но, в конце концов, он часто играл на позиции опорного полузащитника. И, кстати, даже центрального было дело. А пробил головой первый раз Сергей Пеняев. Там тоже был армейский финт. Я имею в виду действия Обликова. И сама по себе атака была проста. Но проста не тождественно бесхитростна. Проста, то есть, была такой, какой и должна быть.